Привет! Я несколько раз упоминала о том, что делала стикеры для Телеграма. Несмотря на то, что в Гугле есть полная инфа о том, как делать эти стикеры, подписчики мне писали с вопросами, как, собственно, делать эти стикеры. Так что в этом видео я расскажу о двух способах, как создать свой стикер пак в Телеграме, объясню все нюансы и фич. Да, таких роликов много, но мои подписчики меня просили, так что почему бы и нет? Возможно, я внесу свою лепту и скажу что-то новое. Спонсора сегодня у меня нет, так что переходите в мой Телеграм и Инстаграм, если хотите получить больше контента вне Ютуба. Ссылочка в описании. Для видео я специально сделала пак со стикерами. Да, всего шесть штук, а зачем больше? Первый способ создания своего стикер пака через бота. Абсолютно любого бота по стикерам. В Телеграме есть стикер с ботом. Нажимаете старт и вам сразу же кидает список того, что вы можете сделать. Да, инфы много, но разобраться не составит труда. Дядя Гугл нам гласит о том, что размер одного такого статичного стикера должен быть 512 на 512 пикселей. Я по очереди вырезаю каждый стикер и вставляю на отдельные холсты с прозрачным фоном. Вы можете изначально рисовать стикеры в нужном формате, но лично так мне проще. Итак, я раскидала все стикеры. Сохраняю все в ПНГ и захожу обратно в Телеграм. Открываю менюшку, листаю-листаю и выбираю создать новый пак. Называю пак Шныгой, потому что у моего маскота есть локальное прозвище под названием Шныга. И нас просят прислать файлы, то есть сами стикеры через файлообменник. Теперь мы присылаем сам смайлик, который соответствует нашему стикерам. Ну а далее мы проделываем то же самое со всеми стикерами. Далее, после того, как вы закончили, нажимаете кнопку опубликовать. Нам сразу предложат сделать иконку к стикерпаку, которая высвечивается, когда вы ищете стикеры. Вот здесь. Формат 100 на 100 пикселей с прозрачным фоном. Я решила просто скипнуть этот шаг, потому что меня вполне устраивает иконка, видимая у первого стикера. Выбираю название для ссылки. Шныга не подошла, потому что уже занята, поэтому пусть будет Sweet Aurora Fox 1. Все, сохраняю и тестирую стикерпак у себя в избранном. Все вполне работает. Можете также проверять всякие фичи, ну мол какой стикер самый популярный в паке, сколько раз именно этот стикер использовали и так далее. Второй способ это создание стикерпака через отдельное приложение. В App Store есть дофига и больше непонятных приложений по стикерам, и я решила выбрать именно этот. Зайдя в приложение, нам предлагаю сфоткаться? Серьезно, но ладно. Вставляю любой стикер, в приложении присутствует редактор, который мы благополучно игнорируем. Ищу нужный эмонжи и вуаля, пак из одного стикера готов. Проделываем то же самое с несколькими стикерами. Все, цельный пак готов. Закидываем его в телеграмм через левого бота. Тестим и видим, что есть небольшая разница в качестве. Если изначально делать через бот, то явно лучше выйдет. Все-таки это приложение корюбит качество. В целом, по своему опыту рекомендую делать паки через телеграмм боты, а не через непонятные приложения, что могут ухудшить качество. Хотя на телефоне все равно разницы особо не заметила. Тут я должна была рассказать о том, как делать анимированные стикеры. Но у меня ничего не вышло. Как бы я ни пыталась, телеграмм бот просто мне тыкал в лицо сообщением о том, что формат не подходит, пришлите PNG либо Web. Хотя я вроде выбирала правильный формат. Очень странно. При попытке создать в том левом приложении видео стикер происходит вот это. А собственно, где сам стикер? Мистика? Поэтому не будет гайда о том, как делать именно анимированные стикеры. Расходимся. Нас просят PNG-видео, а почему-то про Create не поддержит PNG-видео. Что странно, ведь есть такая функция. Но да ладно. Видеогайд под стикером вышел недолгим, а значит я расскажу о том, как набрать аудиторию в телеграмме. Телеграмм это не соцсеть. Это мессенджер, который частично обрил признаки соцсети. В телеге есть возможность создавать каналы, на которые подписываются люди, а автор или же авторы публикует там контент. В общем, это что-то типа инстаграмма, но без рекомендаций. И в этом заключается главная особенность телеграмма. Здесь просто нет рекомендаций. Никто вас по поиску, скорее всего, не найдет. Все заточено на то, чтобы люди находили вас и ваш канал по ссылке. Так что я расскажу вам два действенных способа, как пропиарить свой канал. Первый, это пиариться в других каналах с большей аудиторией, дая людям ссылку. Ну а второй способ, это перетягивать аудиторию из других соцсетей сюда. Да, в телеграмме нельзя стать популярным, если ты никто и тебя никто до этого не знал. В этом случае инстаграм получше будет. Но вот в чем телеграмм выигрывает у инсты, здесь нет дурацких алгоритмов. То есть уведомления о твоих постах в самом телеграмме приходят вовремя, соответственно, о тебе не забудут, если ты будешь часто постить. Собственно, в телеграмме у тебя всегда будет хороший актив. В инстаграмме есть дурацкая функция, мол, чем больше лайков ты собираешь, тем твой пост находится выше в ленте, а соответственно, больше людей его видит. Потому что не все долистывают до конца. Ну а еще в телеграмме нет как таковой модерации постов. Соответственно, туда можно публиковать любую шнягу, не боясь, что модерация лично тебя наругает. Но с другой стороны, там есть кнопка пожаловаться. В общем, у меня не было опыта в подобном. Люди, разбирающиеся, могут мне поведать все азы модерации телеграмма в комментариях. В телеграмме есть специальный бот, что помогает создавать твои личные стикеры, которыми могут пользоваться все. А вот в инстаграмме как-то через одно место можно создать свою маску. Итоги. Телеграмм. Плюсы и минусы. Плюсы. Хороший актив. Нет алгоритмов. Увлековать можно все, что угодно. Можно постить также текст, голосовые кружочки с видео, картинки. Не обязательно. Минусы. Без рекламы в телеграмме, либо вне этого приложения, тебя попросту не найдут. Нужно брать пиар, либо перегонять аудиторию из других соцсетей. Можете меня поправить в комментариях, если я что-то забыла. Какой вердикт? Телеграмм, как минимум соцсеть, подходит, если у вас уже есть где-то аудитория. Вы просто хотите не только постить картинки, а и кидать кучу текста, либо же голосовые. Да, в инстаграмме тоже это все есть. Но это сделано более коряло. Все-таки инстаграмм это соцсеть, а телеграмм смесь мессенджера и соцсети. Ну, а насчет советов, как стать популярным в телеграмме, то берите рекламу в других каналах, либо же ведите дополнительные соцсети и перегоняйте туда активных людей. Контент можете постить абсолютно любой, но все же по теме, иначе будут отписки. Устраивайте конкурсы, где участники должны репостить само ваше сообщение о конкурсе, таким образом продвигая свой канал. Ну, а на этом все. Благодарю вас за просмотр. Пишите, понравился вам ролик или же нет. Помогли ли вам мои советы. Ну, и до новых встреч на этом канале. Пока!